Мария, здравствуйте! И хочу вам показать вашу ошибку. Это будет проще в видеоформате. Потому что, как вы посмотрели, вы все делаете правильно за одним маленьким исключением. Что такое рапорт? Рапорт это наш, в данном случае, будет либо квадратный, либо прямоугольный какой-то фрагмент, который будет повторяться. Вы все правильно сделали. Добавили фон, добавили бесцветную заливку. Но каков же ваш рапорт? Ваш рапорт, соответственно, равняется вот этому квадратику заливки. Смотрите, чтобы вам было понятнее, что я сейчас сделаю. Я скопирую этот квадратик, выделю все вместе и создам это в травочную массу. Вот. Вот это ваш рапорт, который программа должна вам бесконечно повторять. И у вас здесь допущена вот эта вот ошибка в том плане, что, смотрите, если я начинаю стыковать, оно у меня обрезается. Видите? Вот это вот не заходит одно на другое. Почему так происходит и почему вы это сделали? Вы пропустили шаг, когда я вам показывала, как сделать рапорт бесшовным, для того, чтобы элемент, который у вас присутствует здесь, присутствовал бы и здесь тоже. То есть у вас программа автоматически обрезает вот по этой линии. И, соответственно, вот этот элемент, а точнее вот эти элементы, вот их тризмы, вот этот даже, ну вот этот не будет вылезать, вот этот, вот этот и вот этот элемент, они у вас будут, должны сдублироваться и вот сюда. Потому что вот то, что вылезло за край, вот эта часть, она должна у вас вписаться сюда. И тогда у вас сразу войдет повтор. Смотрим. Ctrl-C, Ctrl-B. Так, а какой у вас размер? Сейчас я посмотрю. 10 на 10. Тогда по оси Х, вспоминайте, там прям текстом написано, можете в уроке посмотреть. Ось Х плюс 100. Так, она не скопировалась. Ctrl-C. Ctrl-C, Ctrl-B. Вот. И теперь к оси, Ctrl-C скопировала, Ctrl-B вставила, плюс 100 мм. Видите, оно сдублировалось. Смотрите, у вас вот эта звездочка будет попадать. Соответственно, ее нужно подвинуть. Теперь то же самое делаем сверху. Вот у вас вот у елочки, вот эта макушечка и вот эта звездочка, они тоже у вас вот здесь должны маякнуть. Потому что, видите, то, что вышло за белую часть, должно вот здесь обязательно повториться. Ctrl-C, Ctrl-B. И теперь эта ось У тоже плюс 100. Она пойдет вниз. Вот у У у него там немножко нарушенная логика. Она для того, чтобы опустить, нужно плюс набрать. Так, что у нас еще тут выскакивает? У нас с вами выскакивает снежинка. И у нас с вами выскакивает елочка. Ctrl-C, Ctrl-B. По У идем наверх. Соответственно, нажимаем минус 100. Вот они у нас дублировались. И еще, так, звезда есть. Вот эта звездочка, смотрите, она вот здесь у вас еще мелькает. Ctrl-C, Ctrl-B. И мы движемся по оси Х. Х это горизонталь. Соответственно, минус 100. Вот, видите, она находит у вас на елку. Что делать? Выбираете две елки. И немножко их смещаете. Чтобы они у вас равномерно сместились. То есть, таким образом, вы рапорт заполняете равномерно. Но в следующем уроке, когда вы будете делать, там будет показано, как это сделать автоматически. Но если вдруг у вас под рукой окажется старая версия программы, то вот этот способ, он универсально подойдет везде. То есть, это вот такой базовый, именно на понимание. То есть, у вас должны они вот так вот сдублироваться. То, что вываливается, должно появиться здесь. Вот этот принцип, который вы не уловили. И теперь, есть у нас там с вами, давайте подложку положим. Вот она, подложечка. Ее кладем на задний план. Теперь, Ctrl-C, Ctrl-F. Наверх мы ее поместили. Убрали цвет контура, цвет заливки. Поместили на задний план. И вот теперь мы все вместе выбираем и тащим в образцы. Вот так. Давайте проверим. Вот она, ваша заливка. Вот она, моя заливка. И смотрите, сразу вот эти обрезки, которые у вас были, вот они. Они поправились. Видите, клопачки стали целыми. Это произошло, еще раз повторяю, только из-за того, что то, что у вас выпало за границу, вы не скопировали. Посмотрите в описании урока, там прям точно написано. Сначала левую сторону копируем, потом правую, потом верхнюю, потом нижнюю. Все, что вылетает за эти края, вам нужно скопировать. Таким образом у вас получается равномерный рапорт с цельными элементами. Просто немножечко еще раз посмотрите, и у вас все получится. Рапорт красивый новогодний. Доделывайте его, и чтобы этот алгоритм, смысл у вас остался. Есть методы, как это делать. Проще в следующем уроке. Это мы все разбираем. Этот метод универсальный. Для всех-всех-всех программ подходит. Именно вот принцип формирования вот этого рапорта, то, что здесь в одном месте выпало, в другом месте должно войти. Это нужно просто учитывать. Делайте, жду от вас готовой работы.